Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на канале Голос Силикона Медалина Светлана Бортнова и мы снова возвращаемся к нашей стройке, которая, на моем удивлении, вызвала ваш такой живой интерес. Ну, раз вызвала, значит, надо продолжать. Мне сегодня хотелось бы поговорить о том, вообще, о Real Estate в Калифорнии, в нашей Силиконовой Толине, на очень маленьком педачке вот этой вот пенинсулы, которая называется Беерия. Значит, нашу пенинсулу обрамляют два хайвея. Это хайвей 101 и 280. Так исторически сложилось, что вдоль 101 хайвея пропортии более дешевые. И это, ну, так называем, восточная сторона, да, потому что у нас Сан-Франциско на север, Сан-Франциско на юг, так вот, к востоку от всех наших вот этих городков, их восточная часть, Real Estate там будет подешевле. Это касается и Маунтин-Вью, это касается и Снивейлы, и Санта-Клары, и вот, в частности, и Спаллаута, Мен-Ла-Паркер, Эквит-Сити. Все вот эти городки, которые находятся за 101 хайвеем, восточные 101 хайвея, они подешевле немножко, да. И те же самые городки, те же самые городки, но места, которые примыкают больше к 280 хайвеем, там места подороже, там хаунисты, там уже совершенно другие цены, там совершенно другая публика. Вот, и раньше считался город Real Estate, вот его восточная часть, довольно-таки дешевым местом, но что произошло буквально за последние два года, мы снимали уже очень много домов, там цены выросли скачком буквально, там, в общем-то, такое недорогое строительство, в общем, примерно такого качества, как в Испаллаута, но это место очень привлекательно тем, что оно расположено тоже более-менее посредине между Сан-Франциско и Сан-Озе, и это еще то место, где можно, например, живя там, ездить на работу, например, в Сан-Франциско или в Сан-Франциско куда-то, и с тем же вот времяпрепровождением ездить и в Сан-Озе. Для нас вот здесь вот в БРе локейшн очень важно, потому что уже сейчас здесь такое количество машин на хайвэх, что в три часа начинаются потихонечку пробочки, а вот к пяти часам уже они серьезные, в шесть часов можно серьезно простоять в трафике. Никому не хочется тратить свою жизнь на то, чтобы по дороге с работы на работу стоять в трафике, и поэтому люди норовят, в общем-то, селиться не очень далеко, в особенности, если вы выбираете себе ориентованный апартамент, то неплохо поселиться, кто и ближе к работе. У нас задавали на канале вопрос, стоит ли приехать в Америку сразу купить себе недвижимость. Нет, не стоит. Вы не знаете, где вы будете работать, вы не знаете, что это за местность, вы не знакомы с территорией, с наличием работы в конкретном месте, может случиться, что вам потом придется до ближайшей работы ехать три часа, и это совсем не, в общем, не такое приятное занятие. Поэтому все, что здесь находится на Пенинселе, более-менее локально, откуда легко до всюду добраться, оно потихонечку, вот при гонечку, а иногда и с качками очень сильно растет, и даже дешевые места, которые издавна считались и неблагоприятными, это и восточная часть Редвуд-Сити, это и восточная часть Мен-Ла-Парка, и наш уже становился, становящийся знаменитым из Павалды. Эти неблагоприятные районы, они тоже растут в цене, причем, поскольку они были значительно дешевле, то их рост вот самый такой заметный, и я бы сказала, за последние годы, в среднем, наверное, тысяч на двести выросло отдельный индивидуальный дом в этих местах. Да, так а чем же все-таки привлекательно Испал-Алта? С одной стороны, это локейшинг, как я уже сказала, с другой стороны, Испал-Алта ограничено с севера границей с Ист-Мен-Ла-Парком, а с южной стороны оно ограничит с нашим Бэем. И вот наличие большого водяного пространства, конечно, делает там немножко другой микроклимат, и там не жарко. Вот даже по сравнению с нашим Саневелом, я думаю, что на пару-тройку градусов по Цельсию, может быть, даже и больше температура отличается. Вот вчера я была в Испал-Алте, да, и там было прохладно, там вообще в доме нет необходимости кондиционер держать, потому что открыл два окна, у тебя приятный ветерочек, и заливы дуют, и, в общем, как бы нормально все. А в Саневелле жарковато, причем сильно жарковато, а то он и саневел, да, это солнечная, такое, солнечная долина. Вот, значит, расположение плюс климат, он, в общем-то, это такие серьезные факторы, которые делают его, в общем-то, привлекательным местом для последующего проживания. Неблагоприятным же фактором является все-таки не очень благоприятная... Апсалл-Кеми сказал, что она сильно какая-то криминальная, там все время едет полиция, они стараются отслеживать это все, и в 2014 году был очень громкий кейс. Полиция из Палалта, Монтэн-Юу и Минлопарка, они объединились совместными усилиями, они раскрыли огромное громкое дело, в результате которого было посажено около 14 человек, которые были задействованы в банках по продаже наркотиков. Стало потише, конечно, и я думаю, что, когда идет общее удорожание недвижимости, и район становится более привлекательным, то этим бандам просто нет смысла находиться в таких районах, где они сильно выделяются среди остальной публики, и их легко вычислить. Поэтому я думаю, что улучшение общей ценообразования на недвижимость и изменение демографической ситуации придет к тому, что эти банды постепенно исчезнут. Это не произойдет в один день, вот мы уже наблюдаем эту тенденцию на протяжении 25 лет, но она неуклонно растет. Однако с тем, что это место все-таки не такое бы приятное, там очень плохие школы. У всех школ, которые находятся в этом городе, там рейтинг 2 и 3. Ну, не хотят там дети учиться в школе. У них мамы никогда не заканчивали, папы школы. Они сами не понимают никакой ценности этого образования, и школы там так себе. При этом Сити принимает много усилий для того, чтобы улучшить качество школы. И, как вы знаете, там на северной границе из Палка находится Фейсбук. И они, значит, сделали совместную программу с Фейсбуком, когда буквально там инженеры с Фейсбуком приходили в хай-скул и учили там их моделированию, я не знаю, чему там уже было учить, но в всяком случае вовлекаются бизнесы в то, чтобы детям привить какой-то интерес, чтобы они не проводили свое время на улице, а все-таки были заняты каким-то созидательным трудом. И, может быть, повернулись в сторону образования. Кроме того, из Палка отправляет своих детей, это касается только хай-скул, старшеклассников, в другие города. И мы, например, знали, что вот наша дочь училась в Лос-Алтас-Хай-скул, что у них на автобусах привозят детей из Палка. Поэтому старшеклассники имеют возможность в зависимости от своего скорой, от своих достижений, если они хотят учиться в хорошей школе, то они имеют возможность, на самом деле, потому что они живут в Лос-Алтас-Хай-скулах, ходить в хорошую школу. Но, тем не менее, общая ситуация со школами не очень хорошая, и поэтому рынок еще пока привлекательный для приобретения недвижимости. Поэтому те люди, которые все-таки подумают, что это неплохой инвестмент, им придется детей возить все-таки в какие-то частные школы, и это дополнительный расход. Но мне кажется, что оно того стоит, потому что на более далекую перспективу, с учетом перестройки всего этого города, будет, конечно, там очень симпатичное место. Сейчас в долине очень много строительства идет, и поскольку свободной территории мало очень, то повсеместно идет снос старых зданий, которые старенькие, страшненькие, построенные там в 50-е, 60-е годы, идет повсеместный их снос, и строительство нового жилья уже современного, с высокими потолками, большими окнами, ну, в общем, которое более-менее соответствует требованиям сегодняшнего дня. И в этом смысле то, что запланировано такое большое строительство в Испо-Он-Дон-Тауне, оно, конечно, опять же, делает это место более привлекательным на далекую перспективу. Теперь, что же мне хотелось сказать по поводу того, что нас сегодня ожидает. Сегодня важный день, потому что вот я сейчас еду, и должны привезти туда окна. А с окнами получилась такая история. Значит, окна... Значит, вообще-то говоря, мне размеры на окна дал мой генеральный контрактор, который поспал туда своего сотрудника, чтобы он померил все эти окна. Созрудник-мексиканец, он поленился, он так взял эту рулеточку, померил то, что ему показалось так вот очевидным снаружи, сказал размер этих окон. 44 нча на 44 нча. При этом он стенки не открывал. А мы вчера уже видели, что там в окнах нету рамки никакой. И вообще это окно вставлять некуда. Вот если бы он открыл стенку и посмотрел, что там творится, то, наверное, он бы дал размер окон меньше, чтобы эти окна... У них еще есть так называемый раф-опытный, который еще больше. Он бы, наверное, что-то заметил. Вот сейчас у нас получается очень такая ситуация непростая, которая состоит в том, что им нужно вписать... Сейчас, одну секунду, я поставлю. Вот, им нужно вписать... Те окна, которые мы заказали, им нужно вписать в... существующее вот это обрамление этих окон, которое даже фреймом назвать нельзя. Вот. И это представляет для себя определенную задачу. Ну вот сегодня мы посмотрим, когда сейчас придут окна, посмотрим, как эта задача будет решаться. Ну что, друзья, работа в доме идет. Вот уже у нас тут в ванной комнате убрали раковину. Можно просто сказать, что так все и не очень удобно стало. Зеркала нету, лампочка одна торчит. Ну, зато гуднил, что под шкафчиком оказался кафель. То есть это уже приятно. Он, конечно, тут вот не засилан, там не промазаннее, чем, но, во всяком случае, он есть. Вот стеночку, может быть, конечно, тут все это плесень, надо будет все почистить. Вот, но процесс идет. А дню, чтобы нам обещали сегодня окна привезти, но их никто нам не привозит. Вот, так что вот такая вот история возникает. Ну, такой вот ненавязчивый русский бизнес. Кровь из носа обещали сегодня с утра. Здесь у нас уже шкафчик появился. Вот, и теперь приходится уже, контракторы увынули все окна, и тут получилась вот такая, типа верандочки. Вот у нас такая получилась открытая веранда, которую, конечно, нельзя так оставлять, это все на ночь. Если нам окна сегодня не привозят, нужно в чем-то это закрыть. И вот сейчас привезут фанеру и просто забьют это наглухо, и будет здесь темно и грустно. Но нам обещают раппорт привезти вот с самого раннего утра и все эти окна. Вот это будет, в общем-то, хорошо. Здесь тоже открыты дырки, теперь видно все соседние участки, что там творится. Вот, а здесь уже такая вот комната, тут шкафчик вырисовался, здесь вот уже входная дверь появляется, чертания, и окошко. А тут вот будет шкафчик, где можно раздеться рядышком. Ты зашел и разделся? Ну, хорошо, хорошо. Вот, ну ладно, вот так вот жизнь расставляет свои приоритеты, и нам нечего делать, только получается нужно смириться, расслабиться и получить удовольствие. Вот, так что на этом мы заканчиваем сегодняшний репортаж, а завтра уже займемся окнами вплотную. Всем пока!